Седьмой час игры в Златогорье. Мы остановились на том, что двигаемся к корчме. Потому что там мы забыли сюжетный квест важный. Продолжаем путь. Проблема в том, правда, что мы перегружены. Наш инвентарь перегружен. Так, почему мы здесь остановились? Бежим в корчму. Путь не близкий. Путь лежит через заставу. И, в принципе, оно и к лучшему. Мы сейчас сбагрим лишнее оборудование. Оружие, доспехи и прочий хлам. Тритон. Придется отвлечься немного. Расстрелять тритона. Мимо. Ух ты. Довольно больно кусается. Применяет еще и магию. Да, что-то бой у нас с ним совсем не сдался. Так, зато 238 монет золота. Неплохо. Продолжаем двигаться к заставе. Так, этот тритон, по-моему, судя по расцветке, более опасный. Надо почитать в журнале про этих тварей. Потом после боя прочитаем. Я вообще, как бы, природу люблю. Вовлекался раньше в детстве натурализмом. Интересно будет. Все, тритон мертв. Давайте откроем журнал и посмотрим. Создание. Зеленый тритон. Родственники гигантских тритонов эти создания также медлительны, но не менее опасны. В их желудке нередко можно обнаружить рыбу, которой они питаются. Ладно, с тритонами покончено. Продолжаем путь. Вот это долгожданная застава. Сейчас сбагрим все лишнее. Если у торговцев деньги есть. Слава богу, деньги есть. Самое тяжелое, это, естественно, экипировка. Мы уже начали переодеваться в золото, поэтому... Все, что было до золота, включая серебряные доспехи, нас уже не интересует. Сбагрили. Ювелирка. Книги все тоже сдаем. Но у него осталось не так уж много денег. За три книги он нам заплатит буквально. Ну и, знаете, я решил от всяких слабеньких этих... От слабеньких свитков тоже отказаться. То есть, мощные свитки оставлю, дорогие. Продали все, что можно. Посмотрим, что у него можно купить. Это, по-моему, торговец с заклинаниями, да? С заклинаниями. Торговец с зельями. Так, посмотреть товары. Ему тоже можно сбагрить чего-нибудь. Обе книги давайте продадим. И дешевые свитки. Так, вот этот за 62 что делает? Энергии минус 26. Против мага можно применить, но я не буду этим заморачиваться. Так, повреждение огнем. Слабенько. Тоже продаем. Так, сопротивляемость магии. Тоже продаем. Вот так. Ну, а эти свитки уже более мощные. Повреждение довольно мощное выдает. Тоже мощное повреждение. Эти свитки, да. Хороши. Оставляем. Так, магические зелья. Какие-то. Вот это что такое? Напиток двуликая судьба. Удача плюс один. Хрень какая-то. Удаляем. Клубника. Сопротивляемость огню плюс 10. Ну, хрен знает. Продам я тоже эту клубнику. У меня огнем еще ни разу не парили, слава богу. Рыба. Энергия 25. Рыба нужна магу. Я не маг. Кстати, у нас уже денег-то у него недостаточно. Все. Сбагрили еще хлам. Кстати, у нас нужно в инвентарь поместить лечебные заклинания и так далее. У нас мало осталось. Зелий. Все аккуратненько. Вот так вот. Слабенькие слева. Крепкие справа. Свинина. Ну, в принципе, все. Так, пока никаких зелий. Да давайте купим, знаете. Давайте купим, наверное. Купим одно зелье. Крупненькое. Вот это вот. Да давайте пяток сразу. Давайте пяток зелий купим, чтобы закрыть вопрос. Все. Так, так что мы хотели? Мы сюда зашли, в принципе, только для того, чтобы сбагрить лишнее. Правильно? Заставили на реке. У нас есть один побочный квест. Это медикаменты. Но это далеко идти. Это на девичье поле. Продолжаем путь к Арчме. Тут, в принципе, уже недалеко. На нас напал слизень. На, получай слизень. Кусается. Убили слизни. У него слянка с кислотой и 160 монет. Давайте прочитаем про эту тварь. В журнале. Слизень. Мышь совсем не работает. Гигантский моллюск, питающийся в основном листьями растений. Впрочем, при случае не брезгует и человечный, если успевает догнать. Это существо отвратительно пахнет и покрыто слизью. Понятно. Слизень мертв. И мы можем спокойно двигаться дальше. Дорогу перебегает еще один слизень. Придется его тоже убить. Обработаем его из лука. Угу. Попрал с нашу сторону. Человеченки он, видишь ли, захотел. Ух ты. Его дружок. Коричневый. Видимо, более толстый и опасный. Слизень. придется мне применить меч потому что мой напарник перекрыл мне обзор ух ты очень даже больно он кусается перекусим говядиной охренеть снова я перекушу да вот этот слизень намного опаснее чем серый забрали у него деньги у слизни до забрали деньги склянку с кислотой что вот этих будем истреблять нет идем дальше в принципе они вроде нас не преследует нет они нас преследует придется их тоже убить ему именно мой вкус больше нравится он именно ко мне пополз непонятно чем его не устраивал призрачный воин поел человечинки это тоже почему-то ко мне идет ползет мы уже ничем вот и все то есть мы убили пяти пятерых слизней сумме около 600 монет на этом заработали и много кислоты выгодно в принципе время просто потратили корчма все ближе и ближе что-то опять опять стычка в руки бяки по-моему какие-то я пожалуй поработаю луком сам тащусь от своей меткости применили отравление на на его на что-то два выстрела два два раза мимо так иван как там поживает в принципе у него все за все нормально ух ты а вот сейчас у него могут начаться проблемы его обложили со всех сторон буквально так он замочил одного здорово я замочил второго переключаюсь на лук и стреляю из лука стреляю из лука илона пока его пока можно не лечить все мимо все мои выстрелы мимо его продолжают травить поэтому я думаю что илона обойдется м без лечения сэкономлю за микстурки Блять, попал в Илона Так, а вот теперь у Илона всего 5 единиц здоровья Надо ему скормить какое-нибудь лекарство Все, всех перебили Кстати, мясо, у Буки хорошее мясо, которое выполняет функцию легкого лечебного зелья Давайте посмотрим, с кем мы сейчас дрались Мы дрались, помимо Буки бятки Аспид, по поверью, аспид рождается из яйца птицы, высяженного гадюкой Или наоборот, поэтому результат вполне закономерен Не умеющая летать, крылатая змея При всех своих физических недостатках, эта гадина довольно опасна и ядовита Продолжаем двигаться к корчме Так, кто это? Путешественницы Путешественники обычно могут продать что-нибудь ценное Привет Привет, парень Привет, ты кто? Я путешествую одна В этот раз я взяла с собой слишком много припасов Точнее, это моя мама так упаковала мою дорожную торбу Не хочешь купить у меня что-нибудь сиснуло? Нет, я вполне неплохо снарядился в дорогу Сиснуло нам не надо У нас, как видите, у самих Приличные запасы Ну и вот мы в корчме, наконец Сразу же отправляемся Так, на рыночную площадь нам для чего надо? Давайте посмотрим оружие Доспехи и так далее Раз мы пришли сюда Тут есть торговцы же оружием Торговец броней давайте В первую очередь к нему Смотрим Золотые доспехи меня интересуют Золото, к сожалению, ничего Вообще у него ничего ценного нет К торговцу оружие заглянем Привет, друг, чего ищем? Да ничего, как дела? Да так себе, не слишком хорошо Понятно Лук у меня Серебряный, то есть хороший Хороший И рассчитан на режущие стрелы А стреляю я дробящими Мне стрелы нужно купить Стрелы У меня только дробящие Нет, ничего интересного вообще нет Ничего Да вот у меня мысля есть Давно ружье прикупить Серебряное ружье Больной тени Но большой дефицит в патронах Обычно Я думаю сейчас Вот если у него есть патроны Кстати, у него есть стрелы Которые мне нужны Это колющие Мне в принципе вообще-то больше режущие Нужны, но можно и колющие взять Это лучше, чем дробящие Сразу же давайте Зарядим их В наш лук Так вот, мне нужны патроны А, и кстати Поскольку я теперь могу Пользоваться кузнечным ремеслом То давайте затаримся Купим, значит, платиновые слитки Болты Ну давайте две А в принципе одной хватит Болты И купим Черный металл Одну штучку Что это дает Черный металл Черный или злой металл Это достижение темных кузнецов Последователь чернобога Помимо отличного качества Изделия из этого металла Несут в себе Темную энергетику Которая угнетающе воздействует На психику врага Ну в принципе давайте Пусть у нас будет Каждого материала По две штуки Вот так вот сделаем Чтобы не испытывать Уж точно дефицита Так Купили Будет чем на досуге заняться А это что? Это камень Давайте два камушка Тоже возьмем Вот Больше в принципе Пока продавать нечего Так вот мы сюда пришли Для того чтобы Освободить девушку Из подвала таверны Это сюжетный квест Который мы пропустили В начале Когда начинали Играть в эту игру Подождите А куда я зашел? Это не похоже на таверну Это не таверна Друзья Уходим отсюда Таверна вот И сразу шнуряем в подвал Подождите Это второй этаж Это не подвал А И кстати Друзья Кстати Совсем забыл Еще один сюжетный квест Мы пропустили Сюжетный квест Браслет Нас Кукуй Нас Кукуй отправил К покупателю Шкатулки Так Обложили опять Да Фиолетовый А Бука Бука Давайте Дадим Буке Стрелу Спину Видите Поменялись стрелы Сразу урон стал Значительно больше Черт Опять я попал В своего Именно меня Ей надо кусать Зато у нас есть мясо Она применила Ко мне заморозку Так Какой-то новый монстр С которым мы не встречались Летающая фея Типа тех Что мы видели В Занзаре Звать ее Виолей Даже имя Похоже на На те Что были у тех фей Но у нее всего 3-4 единицы здоровья Я уже 30 отобрал То есть Их очень легко мочить Применяет магию Жизненная сила То есть Она сама себя вылечила Ну и ей это не поможет Естественно Все Все И что мы нашли Мы нашли засушенные цветы Из двух засушенных цветов Получается Среднее зелье лечения То есть Это очень полезное Создая вещество Ну давайте Кстати и буку Тоже убьем Потому что В ней есть мясо Это тоже Фактически Лечебное зелье Буку убиваем Два раза промахнулся Это все Из-за этого За то что мы ее убили Мы получаем кусок мяса Которая равносильно Слабому лечебному зелью Здорово же Здорово И вот мы добрались До покупателя Шкатулки Вот он стоит Офицер Свибл Здоровье 92 Ты от Кукуя Да Да Это он послал меня Ты покупатель шкатулки Вот она Держи Вот деньги 250 монет Вот и отлично Пока Стоять Теперь ты отправишься с нами Куда это я пойду Как это куда На пересылочный тюремный пункт Там ты будешь ждать Пока тебе не перешлют По этапу Светлоградскую тюрьму После этого будет суд А затем скорее всего Казнь Но за что Как это за что Да ты хоть знаешь Что находится в этой шкатулке И кто такой Кукуй Впрочем Кто такой Кукуй Ты знаешь получше меня Вы же подельники Он пойдет на скамью подсудимых Сразу после тебя Не сомневайся Я ни в чем не виноват Кукуй просто попросил меня Продать тебе эту шкатулку А больше я ничего не знаю Точно? Клянусь Хм Все равно я тебе не верю И знаешь что Как-то мне не улыбается Возиться с тобой Лучше мы тебя убьем А начальству скажем Что ты подельник Кукуя Погиб при попытке к бедству На нас напали стражники Это была Контрольная так сказать Закупка Если выражаться по-современному Пока бой складывается Явно в нашу пользу На всякий случай Я подлечу Илона Вот такой наш герой Положительный Убил полицейских 105 монет И тут 140 И 170 монет Итак Продолжается квест Браслет Алдана Покупатель шкатулки Кукуя Оказался агентом стражников Они напали на меня После того Как сделка была совершена И я чудом остался в живых Интересно Что скажет на это Кукуй Возвращаемся Кукую В Корчму Так Рыночная площадь Нет На таверну нам надо Сразу Хотя можно на рыночную площадь Я сейчас по-быстренькому Сбагрю То что мы туда брали Вот это копье Оно же все равно весит Прилично Все бежим в таверну Нет Я должен купить 20 мышек Чтобы какая-то из них Нормально заработала Я не пойму Потому что это уже не первый раз Я покупаю новую мышь Она не работает И дело не Не в моем столе Я и бумажку А4 подкладываю И То есть Дело не в поверхности стола Просто жесть какая-то Вот этот кукуй У нас есть к нему вопросы Ты уже вернулся Ну и как все прошло Отвратительно Я еле ушел Твой продавец Агент стражников Сразу после того Как я продал им Эту чертову шкатулку Они на меня напали Скажи еще Что ты этого не ожидал Ха-ха-ха Я не только этого ожидал Я знал Что все так и будет Но не волнуйся парень Это была всего лишь проверка Ладно Ну ты кажется Обещал вернуть мне мой браслет Ничего я тебе не обещал Слушай меня внимательно Если хочешь получить Свой браслет назад Принеси мне Золотой топор Гродвола Он сейчас сокровищница Градоначальника Врагороди Ты меня хорошо понял Черт Верни мой браслет Хрен тебе Неси топор Иначе не получится Все Разговор окончен Короче Он нас продолжает Шантажировать Нам нужно Теперь он хочет Топор Гродвола Кукуй сказал Что отдаст мне Браслет Алдана Только если я принесу Ему золотой топор Легендарного Чародея Гродвола Этот топор Находится сейчас Сокровищница Рагородского Градоначальника И вот таким образом У нас начинается Еще один сюжетный квест Золотой топор Гродвола Мне необходимо Найти золотой топор Градвола И принести его Кукую Сейчас топор Находится у Градоначальника Бармы Бармы это Имя Градоначальника В городе Ра Ра городе Так Нам нужно в подвал А подвал За барной стойкой Там девушка С которой мы забыли Познакомиться В начале игры С нее начнется Еще один сюжетный квест Лия Лия Парень Пивень запрещает Заходить сюда посторонним Почему это Потому что В дальней комнате Хранится его Знаменитая коллекция Артефактов Сразу все выложила И хотя она Отлично охраняется Призрачными воинами Все равно Пивень трясется за нее Как за малого ребенка Это интересно Может быть ты знаешь Как можно убрать оттуда Этих призрачных воинов Знаю конечно И я помогу тебе с ними Но и ты должен Помочь мне Я тебя слушаю Я расскажу тебе Свою историю Когда я была маленькой На нашу деревню Совершили набег Разбойники Они убили моих родителей И меня взяли с собой Потом они проиграли Меня в карты Местному скупщику Краденого Кукую А Кукуй подарил Меня пивню На день рождения С тех пор я здесь Слежу за хозяйством Пивень стал мне Хорошим приемным отцом Он заботится Обо мне Хорошо кормит Но он знает Что меня не покидает Мысль сбежать Из корчмы И вернуться в свою деревню Поэтому он совсем Не дает мне денег Так вот Когда коллекция пивни Стала совсем большой Он договорился С каким-то могучим магом И тот вызвал ему Двух призрачных воинов Чтобы те охраняли Дальнюю комнату Войны эти Очень сильные Тебе даже не стоит Попробовать их победить Но есть одна зацепка Я подслушал разговор Пивни с магом И услышал Что изгнать их можно Только для этого Нужна какая-то книга Книга второй жизни Ею владеет каждый Кто умеет убивать Призрачных воинов Если ты принесешь мне ее И тысячу монет на дорогу То я изгоню для тебя воинов Поговори с танкаром Который сидит наверху Он там Он что-то упоминал О таком человеке Хорошо договорились Начался еще один Сюжетный квест Уже четвертый Сумка Вилены В подвале пивни Я встретил служанку По имени Лия Она рассказала мне Что в коллекции ее хозяина Хранится сумка Вилены Это наверняка то Что мне нужно Коллекция охраняется Призрачными воинами Но Лия согласилась Помочь мне преодолеть их Если я принесу ей Тысячу монет И книгу второй жизни Дающую власть над мертвыми Чтобы добыть книгу Мне следует разыскать человека Который умеет убивать Призрачных воинов Лия посоветовала Поговорить с человеком По имени Танкар Который отдыхает в таверне Слава богу Далеко идти не надо Сейчас мы Обчистим все сундуки В этом подвале Тут что-то лежит Какие-то зелья Для мага чистые Я их продам А вот эти призрачные воины Они очень сильны Воевать с ними бесполезно И даже вот за этим ящиком Я не рискну Туда заходить С Танкаром нам нужно поговорить Танкар здесь же находится На первом этаже таверны Он даст наводку Где мы должны достать Эту книгу второй жизни Так пивню давайте Сразу продадим То что нашли в подвале Камень Так и в подвале мы нашли Вот эти вот зелья для мага Мне не нужны Так а вот это дорогущее зелье Что оно дает Напиток энергетический Восстановитель Это тоже для мага Сплавили Вот этот Танкар Привет друг Мое имя Танкар Как поживаешь? Хорошо Что ты знаешь про призрачных воинов? Для рассказа хорошо бы подогреться пивком Купить ему кружку золотогорского пива За 10 монет Залпом выпивает пиво И звучно крякает Вот и славно Ну что мне тебе рассказать? Я вот например мало чего в жизни боюсь Можно сказать что единственное чего я боюсь Это призрачных воинов Ты знаешь что их почти невозможно убить? Почти? Значит все таки можно? Я точно не знаю Помню приходил тут один парень в фиолетовом плаще Так он говорил что умеет их убивать Не уверен можно ли ему верить? А где этот парень сейчас? Ну где люди такие люди могут быть? В заставе конечно А звали его кажется Лунь или Выпь Не помню точно Понятно спасибо Один из обитателей Корчмы Танкар Рассказал мне про человека Который умеет убивать Призрачных стражей Сейчас он находится в заставе Зовут его то ли Выпь То ли Лунь Мы эту выпили Лунь Я тоже уже не помню Я тоже уже не помню как его зовут Действительно встречали в заставе Я еще удивлялся Почему он не дает нам квест А не дает он нам квест Именно потому что мы Не спускались в подвал Возвращаемся опять на заставу Кто тут попался Убийцы Это очень опасные Кстати типы И он Пошел в верхний левый угол карты Ну значит и я туда же Черт подери Нельзя промахиваться Сейчас замучаюсь этого Илона лечить Надо же один раз попал Это убийцы Это самый сильный Из всех бандитов Пока по крайней мере Есть вольные разбойники Бандиты Это все не то А вот убийцы Это действительно неприятно Так он еще один Стоит на выходе Удачный выстрел Два удачных выстрела 40 единиц Я у него отобрал Это очень здорово Вот именно ему Моя жизнь нужна Но это хорошо Что он пошел на меня Потому что у меня Здоровье до хрена В отличии от Илона Вот и все Успокоили Так а у второго Брать нечего За оставшимися двумя Я бегать не буду Двигаемся к заставе Значит там Во внутренний двор Кстати что там С характеристиками Нет Новый уровень Я пока не получил Бежим к выпи Или Луню Лунь Лунь его зовут Капитан Лунь Мне надо Чтобы ты обучил Меня убивать Призрачных воинов А может тебе Еще и за венцом Морвийским сбегать Или может ты думаешь Что мне тут Сделать больше нечего Как обучать Первого попавшегося Проходимца Своему боевому искусству Короче говоря Если ты хочешь Чтобы я оказал Тебе такую услугу Принеси мне Шлем Дальнозор Который как известно Является Сокровенной мечтой Настоящего воина Ну как Согласен Согласен Только я не знаю Где мне его искать Спросил у кузнеца О грязи В Рагороде Он говорят Делал раньше Такие штуки Ясно Что ж Я скоро вернусь И появился Еще один сюжетный квест Шлем Дальнозор Капитан Лунь Попросил Меня принести ему Волшебный шлем Дальнозор Он сказал Что такой шлем Может сделать Кузнец Грязи Из Рагорода Побежали Искать этот Шлем Дальнозор У меня просто Немерено денег Я сейчас все таки Еще раз Зайду к оружейным К оружейным Этим Продавцам К продавцу оружием И броней Раз уж Мы в населенном пункте Желательно Не забывать Посещать торговцев Торговец оружием У меня есть возможность Продать Молот И щит Так, какой-то Серебряный лук Очки действия Плюс два рубища Повреждения Повреждения Магии природы Конечно Вот этот лук Значительно лучше Чем тот Что у меня Рубящие стрелы Тоже надо взять Режущие А, это болты Болтов у меня О, друзья Вот эти надо купить Кстати Патроны У меня есть мечта Купить в этой игре Хорошую оружие Хорошее оружие Я тут уже встречал Называлось оно Мертвая рука Вот Я не буду сейчас Тратить Тратить деньги на ружье Пока не найду Именно мертвую руку Я так хочу И давайте Возьмем для Наших экспериментов Кузнечных Чего-нибудь Коготь у меня Уже по-моему Был Так вот Это тоже Купим Так Мы взяли Патроны Патроны Взяли Это как бы На будущее То есть Когда у меня Будет Ружье Мне будет Чем стрелять А подождите Тут еще Торговец Броней должен быть Торговец Зельями Заклинаниями Но торговца Броней здесь Нету Значит Да Торговца Броней Нету Черт возьми Друзья Подождите 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 А есть кузнец Есть кузнец Во внутреннем дворе Заставы Давайте вернемся Проверим Я хочу Оружие Самое лучшее Золотой меч Хотя бы А у меня Кстати Уже золотой меч Ну Давайте Заглянем Посмотрим Точно знаю Что там продают По-моему И броню И Все остальное Где-то тут Кузнеца Вот она И материалы Мы сможем Купить Для кузнечного Дела Вот здесь Два Кузнеца Один Делает Доспехи Другой Оружие Смотрим Доспехи О То что надо Друзья Золотой шлем Славы Слава Плюс 3 Но на славу Мне вообще Посрать Но это Золотой шлем Он Намного лучше Защищает голову Так у этого Суммарное Количество Очков 58 У этого У этого У этого 66 Берем А этот Продаем Так Поменяли Сразу На голову Нацепили Так Тут суммарное Количество Очков 40 56 62 А вот У этих Вот У этих 66 Вот эти Лучше Так Тут Внимание Плюс 1 Тут Тут Вообще Ничего Бонусов Нет Тут Скорость Восстановления Вот этот Я куплю Правда Стоит Он Целых 12 Очень Дорого Стоит Вернее Весит 12 Килограмм Это очень Это очень До хрена А у меня Какой уровень Сейчас Вообще Какой уровень Мышь не работает Я не могу Играть Друзья Так У меня Значит Я их могу Нацепить Нет Смысла Нету Покупать Потому что Телосложение 14 Даже когда я Получу новый Уровень У меня дадут 10 очков 10 очков Этого Какого Характеристика Но я не смогу Поднять Опыт Потому что Надо 14 Мышь не работает Я не знаю Что делать Опять покупать Я куплю новую мышь Она будет такая же Вот что делать Кажется Мы что-то пропустили Тут могут быть Золотые щиты Да Вот золотой щит Разговорчивость Плюс 11 Мне вообще Честно говоря Посрать На разговорчивость Так Берем этот щит Обменивайся Так Я все лучше И лучше Одеваюсь Так Штанишки Штанишки У меня и так Золотые Облегченные Золотые Поножи А тут что Тут то же самое Сейчас я посмотрю Какие у меня есть Материалы Для кузнечного дела И может быть Куплю сейчас Вот тут Платину Продают Так Платина У меня есть Одна штука Давайте я вторую Куплю Чтобы две было Купил платину Красный металл У меня такого нету Что это Кровавый металл Это куски Кровавого металла Красный Или кровавый металл Получается Путем закалки Руды Не в воде А в крови Жертвенных Животных Берем Так И вот что то Голубое Это у нас Небесный металл Небесный металл Это сплав стали С мышьяком Оружие И броня Из этого металла Несет на себе Отпечаток благородства И смертоносности Два куска Небесного металла Берем В принципе Я уже вовсю могу Заниматься Кузнечным ремеслом Ну просто В этой серии Мы мало что Успели сделать Я ничего не буду Пока такого Так Молотобоец Этот продает Оружие Смотрим Что у него есть Это по моему Двуручники Уже пошли Так Это двуручник Изящный Серебряный Меч Это серебряный Оружие У меня Нахрен не сдалось Мне золотой Нужно Лучше платиновое Платиновое Я пока вообще Ни разу не встречал В этой игре Видимо еще Не так далеко Продвинулся По сюжету Булатный арбалет А у меня какой У меня по-моему Железный Железный арбалет Да Можно арбалетик Взять Вот я думаю Все лучше Чем железный Да Давайте же Булатный арбалетик Возьмем Железный Продадим Обменяли Что тут еще есть Стрелы Стрелы берем Все Чтобы Не дай бог Дефицита Не было О И патроны Патронами Затариваемся Заранее Чтобы Когда я себе Свою мечту Исполню Купив Хорошее Ружье Я не испытывал Дефицита В патронах Все Значит Здесь нам больше Делать нечего И теперь нам нужно Я забыл Что от нас хотят Шлем Дальнозор Он сказал Что такой шлем Может сделать Кузнец Из Рагорода Нам надо В Рагород Справляемся В Рагород Добрались Без приключений Абсолютно Рагород Давайте Центр города И доки Там торговцы Я загляну К торговцам Все таки Опять Хотя Хотя Что заглядывать Что заглядывать Не буду я Заглядывать Отправляемся Нет Мы уже здесь Отправляемся Кузнецу Я не помню Где кузнец Свалка Где-то есть Дом кузнеца Это не дом кузнеца Это не дом кузнеца Кузнец где? А так вот же Дом кузнеца Вот же Это не свалка Это именно Видите тут Инструменты Разложены Это мы бежим К тому кузнецу Который Сможет сковать Для нас Выковать Шлем Дальнозор Привет Я значит Кузнец Грязи У тебя заказ Да? Да Люди говорят Что ты можешь Выковать Шлем Дальнозор Это правда? А Ну да Могу Значит Только давно Я это последний раз Делал Так Дай-ка я вспомню Что для него нужно Так Вспомнил Принеси мне Значит Две линзы По поводу линз Обратись к нашему Ювелиру Губе Он живет В Златогорском квартале Вот Как соберешь все Возвращайся Понятно Увидимся Кузнец Кузнец Грязев Сказал Что для работы Ему необходимо Две линзы Он посоветовал Мне поговорить С местным Ювелиром По имени Губа Живущим В Златогорском Квартале Города С Губой Мы уже знакомы Пренеприятнейший Тип Но только У него есть То что нам надо Две линзы Для шлема Дальнозора Наш герой Весь в золоте Кстати у ювелира Надо посмотреть Кольца И огольца И ожерелье Амулеты Потому что Я все время Упускаю этот момент Слежу за тем Чтобы у меня была Хорошая броня Но Ювелирные украшения Они Не менее важны Хорошее Ювелирное украшение Дает хорошую прибавку К характеристикам К навыкам Поэтому мы сейчас Просмотрим полностью Его каталог Хочешь чего-нибудь Купить Оборванец Давай посмотрим Давайте посмотрим На его товар Правда У меня нет Не одного кольца Вот А вот Ожерелье Амулетсилу У меня очень хорошая Сила плюс два Дает Так а вот Свой Браслет Я ему отдам Мне не нужен И вот смотрим Это долгий процесс Так Шанс Кромах Смотрим Все что есть Внимание Плюс два Иммунитет К магии Природы Силу Вот силу Прокачать бы О Тонкий Серебряный Браслет Силы Сила Плюс два Берем Я думаю Что да Давайте Этот браслет И купим Сразу же Нацепим Смотрим Дальше Дорого Стоит И Не впечатляет Мудрость Плюс два Это для мага Ну кстати Амулет У меня в принципе Смысла смотреть Нет Либо он должен Очень быть дорогим Потому что у меня И так очень хороший Амулет Амулет Я тогда смотреть Не буду Кольца Только И браслеты Вот что Меня интересует Пошли Кольца Слава Плюс четыре Сопротивляемость Огню Плюс пять Телосложение Плюс два Вот это Неплохо Кстати Неплохое Колечко 1600 Стоит всего Внимание Плюс два Точность Плюс два Ну что Может кольцо Телосложение Взять Телосложение Это характеристика Да Давайте Кольцо Телосложение Плюс два И тогда Мы сможем Уже купить Этот Как его Мы сможем Купить Золотой доспех Правда Он остался Черт знает Где В корчме Да Телосложение Плюс два Колечко Я беру Так На руку Его сразу Вот Ну и все Больше Больше Тут ничего Для нас Нету Так вот Просим Его Дать нам Две Линзы Хочешь Чего Нибудь Купить Оборванить Не надо Мне хамить Дядя У меня К тебе Дело Какой Ты серьезный Мальчик И что Это за дело Хочешь Пригласить Меня Поиграть В классики Нет Черт Возьми Мне Необходимы Две Линзы Линзы Какое Странное Желание Для Такого Лапти Как Ты Хорошо Если Хочешь Чтобы Я Сделал Тебе Линзы Отнеси Эту Записку Моему Вратни С ним Хорошо Давай Своё Письмо Вот Держи Найдешь Его В Морвийском Квартале Рагородской Ювелир Губа Дал Мне Письмо Для Человека По Имени Вукодрак Который Живет В Морвийском Квартале Вукодрак Должен Передать Мне Кусок Розового Хрусталя Из Которого Губа Сделает Мне Линзы И Небольшой Сундучок Который Я должен Принести Городскому Губе Бежим В Морвийский Квартал Не помню Где Вот он Вот Вукодрак Что-то Случилось Ювелир Губа Просил Меня Передать Тебе Вот Эту Записку Берет Записку И читает Ее Так Так Странно Что Он Послал Тебя Ну Ладно Вот Держи Свой Хрусталь А Вот Тебе Сундучок Отнесешь Его Губе Только Смотри Поосторожнее С ним Хорошо Я понял Возвращаемся Губе Кстати Подождите Торговца Броню Нету Нету Броню Нету Только Зельями Бежим Бежим к ювелиру Бежим к ювелиру Бежим к ювели Тебе Сундук Сундук Открывает Рассматривает Содержимое Отлично Теперь Я готов Выполнить Твою Просьбу Чего Там Тебе Было Нужно Линзы Розовый Хрусталик У тебя Есть Да Есть Хорошо Давай Его Сюда Кстати На днях Я видел Грязью Он Рассказал Зачем Тебе Линзы Так Вот Если Тебе Нужен Шлем Дальнозор То Розовая Линза Там Нужна Только Одна Вторая Линза Должна Быть Белая Из Обычного Золотогорского Хрусталя Давай Я Помечу Тебе На Карте Рудник В котором Его Добывают И Ты За Ним Сходишь Он Отмечает На Несенного Мною От Вукодрага Куска Розового Хрусталя И Белая Которую Надо Сделать Из Простого Золотогорского Хрусталя Ювелир Показал Мне На Карте Место Где Его Добывают Друзья Поскольку Я Купил Кольцо Телосложения То Теперь Мои Характеристики То Мое Телосложение Позволяет Мне Носить Золотую Броню Поэтому Я Сейчас По По-быстренькому Вернусь К К По-быстренькому Вернусь К 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 Долго Много Времени Не Займет денег у меня хватит денег сколько денег 2 3 165 мы при случае что-то продадим если не будет хватать я правда боюсь что вдруг у него не окажется золотого золотого этого доспеха помню чёрт это не здесь это не здесь это в другом городе я перепутал или это тоже продает я не пони не понял сейчас я у него спрошу продает он нет по моему ничего не продает да придется пока серебряный кирас и побегать открываем горы карту и отправляемся на хрустальный рудник за обычным хрусталем так кого-то мы встретили родячая знахарка но она зелье продает не зелень не нужны в принципе зелень и не нужны идем дальше кругу тут что у нас охотник давайте с ним поговорим не мешай охотиться спугнешь мне добычу много настрелял да так пяток козлов хочешь продам да конечно чё у него тут мясо по цене 180 дороговато и козлиный труп козлы как известно сильно пахнут даже живые чего же говорить о мертвом козле нет спасибо к мертвому козла мне не надо идем дальше к роднику никак не доберемся опять что-то что-то случилось ух ты вот и вот этот монстр первый раз я вижу ну кусается вроде не слишком сильно это кто такой это гобуль гобуль самец получай гобуль самец 92 единицы здоровья у него довольно крепкая тварь отлично первый пошел вдвоем и заклюем и этого тоже даже ни одной лечебной зелени потратил ух ты у илова всего 28 здоровья это даем и кусочек мяса скормлю довольно толстокожий все готов и что мы тут находим а находим мы камень и 300 монет зачем диким животным диким животным зачем к деньги я не представляю давайте прочитаем в энциклопедии про эту тварь гобуль самец гобу гобу лим люди прозвали довольно опасного представителя морвийской фауны обитающего в морвийских джунглях животное весьма напоминает груду камней под которые они маскируются стучи опасности со стороны хищника впрочем большинство существ они считают скорее едой нежели хищниками но это скорее всего уже была последняя стычка и мы наконец окажемся на руднике эти будем добывать горный хрусталь да друзья вот мы и в горный прибыли в горный рудник продолжим уже следующей серии всем пока пока